МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немецкий авиаперевозчик Туи Флай отменил 108 рейсов. Причина отмены – лавина заявлений сотрудников компании об уходе на больничный. Накануне диспетчеры, бортпроводники и механики массово стали сказываться больными. Каждый из них принес справку от врача, и компания просто ничего не смогла с этим поделать. Чтобы обеспечить хотя бы часть рейсов, авиаперевозчик был вынужден арендовать самолеты других компаний. Но даже те пассажиры, которым удалось отправиться в путь, не всегда смогли попасть туда, куда нужно. Я был в отпуске в Турции и возвращался домой, в Кёльн. Но в Анталии сказали, что улететь только можно в Дюссельдорф. Дама на регистрации пообещала, что отсюда меня на машине отвезут в Кёльн. Но теперь в аэропорту говорят, что никакой машины нет, и что я должен домой добираться сам, например, на поезде. Немецкие СМИ утверждают, что волна больничных – это на самом деле так называемая «дикая забастовка». Таким образом, сотрудники авиакомпании протестуют против планового руководства провести реструктуризацию. Ту и Флай планируют объединить усилия на некоторых направлениях с другим авиаперевозчиком – Air Berlin, и таким образом сократить расходы. В Ту и Флай работают 2400 человек. Они опасаются за свои рабочие места. Сегодняшней отменой рейсов дело не ограничится. Компания будет вынуждена отменить часть полетов и на выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня хороший день для женщин в стране, а также для тех людей, которые хотят, чтобы их девушки, мамы и дочери получали справедливую зарплату. Гредиут закон о выравнивании зарплат мужчин и женщин. При объявлении о поиске сотрудников фирмы должны будут указывать минимальную зарплату для должности, а учреждения, которые насчитывают более 500 сотрудников, обяжут регулярно предоставлять отчет о равной оплате труда. В министерстве подсчитали, что благодаря нововведениям 14 миллионов трудоустроенных жителей Германии получат право на запрос информации о зарплатах. Сейчас женщины ФРГ в среднем зарабатывают на 21% меньше, чем мужчины, сообщают в федеральном статистическом ведомстве. И этому будто бы есть объяснение. Ведь фрау в Германии чаще работают в неполный рабочий день, реже занимают хорошо оплачиваемые управленческие должности и меньше заняты в сферах с высоким уровнем заработной платы. Но даже если исключить все эти факторы, все равно выйдет, что женские зарплаты меньше мужских в среднем на 7%. Теперь законопроект должны представить в Бундестаге. Когда его будут рассматривать депутаты, неизвестно. Ведь даже внутри коалиции об обнародовании суммы зарплат спорили 9 месяцев. Немецкие депутаты вернулись на родину после визита на расположенную в Турции авиабазу Инджерлик, на которой несут службу солдаты и офицеры Бундесвера. В аэропорту Мюнхена они рассказали журналистам о своих впечатлениях от посещения базы. Немецкие солдаты — это профессионалы высокого класса. Они несут службу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в непростых условиях. И при этом достойно справляются со всеми задачами. Конечно, они тоскуют по родине, и поэтому были рады нас видеть. Визит немецких депутатов на расположенную в Турции авиабазу НАТО в течение 4 месяцев был темой для горячих дискуссий между Анкарой и Берлином. Немцы хотели побывать на базе, турки не разрешали. А все из-за того, что Бундестаг признал геноцидом убийство армян в Османской империи. Официальная Анкара пока ничего не сказала о том, будут ли впредь немецких депутатов допускать на авиабазу. Да и вообще никак не прокомментировала даже этот визит. Но представители немецкого политикума надеются, что теперь смогут посещать Анджерлик постоянно, без каких-либо препятствий со стороны турецких властей. Думаю, мы уже разрешили все противоречия. И теперь турецкие власти не будут мешать нам посещать авиабазу. А мы, соответственно, не станем отзывать с нее своих солдат. Они продолжают борьбу против тех, кто создает угрозу для международного мира и безопасности. 250 солдат и офицеров бундесвера, которые несут службу на авиабазе Анджерлик, участвуют в воздушных операциях международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство». Кстати, уже после возвращения немецких парламентариев домой стало известно, что все шесть немецких самолетов-разведчиков, базирующихся на Анджерлике, вышли из строя. В машинах обнаружены технические неисправности, сообщает Бильд со ссылкой на заявление военного командования. Характер неисправностей не разглашают. В Германии объявили в розыск более 280 тысяч беженцев. Об этом сообщила гессенская радиостанция HR-инфо, ссылаясь на данные Федерального ведомства по уголовным делам. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, число объявленных в розыск беженцев выросло почти на 140%. В розыск мигрантов объявили на основании закона о пребывании на территории ФРГ. Ранее Берлин отказал этим беженцам в виде нажительства. Согласно закону, иностранный гражданин может быть объявлен в розыск, если власти Германии не в состоянии установить его местонахождение. И этот человек должен покинуть пределы Германии. Часть беженцев удалось выслать за пределы страны, говорят в ведомстве. Однако большинству из них удалось скрыться. Где они сейчас, неизвестно. В Министерстве внутренних дел признают, что не знают, сколько именно человек в настоящее время нелегально находится на территории ФРГ. Турецкая полиция задержала шесть человек по подозрению в организации взрыва в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое государственное информагентство. Первый арест полицейские произвели в центральной провинции Аксарай. Там задержали мужчину, который, как считают, и оставил возле полицейского участка мотоцикл со взрывчаткой, а также двух его спутников. Позднее в самом Стамбуле задержали еще троих подозреваемых. Турецкие власти считают, что за организацией взрыва стоит запрещенная в стране рабочая партия Курдистана. Мотоцикл со взрывчаткой взлетел на воздух накануне вечером. Взрыв произошел неподалеку от международного аэропорта имени Ататюрка. Начиненный взрывчаткой байк был припаркован возле полицейского участка. В результате взрыва ранения получили 10 человек. Часть из них до сих пор остаются в больницах с травмами средней тяжести. Быть или не быть немецким санкциям против России. К положительному ответу склоняется глава комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рёдген. Он заявил, что Россия должна понести ответственность за тяжкие военные преступления в Сирии и призвал к рассмотрению об введении санкций против Москвы. Об этом депутат от Христианского демократического союза рассказал в интервью газете The Deutsche Siding. Рёдген подчеркнул, что, цитата, «отставить самые вопиющие военные преступления без последствий и санкций было бы скандалом», конец цитаты. Он сказал, что Москва несет политическую ответственность за войну в Сирии, поскольку без российской поддержки президент Сирии Асад был бы уже давно повержен, подытожил политик. Досталось от депутатов АДС и правительствам европейских государств, которые, по его словам, вынужденно сделали то, что и так следовало сделать, в особенности называть вещи своими именами в отношении военных преступлений. Ранее сообщалось, что Германия рассматривает возможность введения санкций против России из-за Сирии. Однако этот вопрос находится еще на начальной стадии обсуждения. В Соединенных Штатах идут активные дискуссии о путях решения конфликта в Сирии. Американцы говорят, что не хотят усиливать конфронтацию с Россией из-за сирийского вопроса. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне. Правительство сейчас рассматривает разные варианты действий по поводу Сирии. Но мы еще раз подчеркиваем, их результаты могут быть недостаточно хорошими, по сравнению с теми, что может сделать демократия. И несмотря на приостановку двухстороннего сотрудничества с Россией, мы пытаемся решать проблемы дипломатическим путем. Это заявление спикера Госдепа последовало после предупреждения представителя российского министерства обороны Игоря Коношенкова, который предупредил, что недипломатические ответы Вашингтона на войну в Сирии могут представлять угрозу для российских военных в Сирии. Ранее в Белом доме заявили, что США выбирает более серьезные меры реагирования на действия сирийской армии, включая военную составляющую. Наступление войск Асада при поддержке российской авиации на позиции повстанцев в городе Алеппо Запад называет бойней и военным преступлением. А спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура изъявил готовность лично вывести из города до тысячи исламистов в надежде, что на жителей города перестанут сыпаться бомбы и ракеты. С конца сентября в Алеппо погибли 376 человек, треть из них — дети. Бомбардировки танцам не помеха. В сирийском городе Алеппо, часть которого практически разрушена после продолжительных боев, продолжается ночная жизнь. В районах, которые контролируют силы президента Сирии Башара Асада, по-прежнему работают рестораны и ночные клубы. В этом заведении с многообещающим названием «Свобода» каждый вечер отдыхает около 600 сирийцев. Танцевать им приходится под приглушенные отзвуки бомбардировок. Но громкая музыка почти заглушает звуки войны. Атмосферу помогает создавать диско-шары и живые выступления музыкантов на сцене. Посетители клуба танцуют, делают селфи, общаются или просто расслабленно сидят за столиками, наслаждаясь отдыхом. Для них подобные вечеринки стали единственным способом отвлечься от суровой реальности. Вечеринка отличная. Благодаря такой хорошей атмосфере мы пытаемся хоть ненадолго забыть о тяготах войны. С войной ничего не поделаешь. А это хоть какой-то способ немножко себя счастливить. Наш город сейчас в агонии, да и вся страна тоже. Но жизнь продолжается. А лучшее этому доказательство то, что люди продолжают танцевать, несмотря ни на что. В сентябре сирийская армия при поддержке российских самолетов начала новое наступление на Алеппо, большую часть которого контролируют отряды повстанцев. Из-за этого город подвергся одному из самых тяжелых обстрелов за последние пять лет. Его жертвами стали сотни мирных жителей, среди которых есть и дети. Это случилось после того, как сирийская армия заявила о прекращении недельного перемирия. Новый виток шпионско-дипломатического скандала. Консул России в Украине проигнорировал ноту украинского МИД и не явился в украинское дипломатическое ведомство для пояснений. Об этом в Твиттер сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. У консула хотели выяснить, почему российская сторона не допускает украинских дипломатов к задержанному в Москве журналисту агентства «Украинформ» Роману Сущенко. Сущенко задержали на прошлой неделе. В ФСБ утверждают, что он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. Сам журналист и Министерство обороны Украины эти обвинения отрицают. Агентство «Украинформ» утверждает, что Сущенко является специальным корреспондентом агентства в Париже, а в Москве гостил у родственников. На сайте «Украинформа» есть материалы, подписанные Романом Сущенко. Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам предпринять все возможные меры для освобождения украинского журналиста. Защищать Сущенко взялся адвокат Марк Фейгин, который ранее был защитником Надежды Сарченко. В пятницу в Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира. Его имя назвала председатель комитета по присуждению награды Карин Кульман-Фиве. Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 2016 год колумбийскому президенту Хуану Мануэлю Сантосу за его решительные усилия по прекращению 50-летней гражданской войны в его стране. Эту награду следует также рассматривать как дань уважения всему колумбийскому народу, а также всем странам, внесшим свой вклад в этот мирный процесс. Сантос удостоился премии за подписание мирного соглашения с леворадикальной группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии, ФАРК, в конце сентября. Большинство участников референдума, в котором приняли участие 37% избирателей, высказались против мирного соглашения с партизанами-марксистами. Они считают, что убийства, похищения и торговля наркотиками не подлежат прощению без наказания. Исключение имени лидера армии народа Тимолена Хименеса, он же Родриго Лондонья Тимошенко, из числа лауреатов было воспринято наблюдателями как демонстративный жест. На вопрос, не является ли вручение премии Сантосу неуважением к демократии и мнению участников референдума, Кульман Фибе ответила отрицательно. «Напротив, мы явно продемонстрировали, что уважаем демократический процесс и демократическое волеизъявление колумбийского народа. Ведь народ Колумбии не сказал «нет» миру, они сказали «нет» этому конкретному соглашению. Сейчас идет процесс вовлечения в диалог всех сторон колумбийского общества». Хуан Мануэль Сантос занял пост президента Колумбии в 2010 году. О начале мирных переговоров с ФАРК он объявил два года спустя. В 2014 он переизбран на второй срок. Сантос – второй после писателя Габриэля Гарсия Маркеса, представитель Колумбии, получивший Нобелевскую премию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова